Добрый день! В эфире программа «Здравствуйте!» Нет ничего важнее здоровья, и поэтому мы хотим привить вам бережное отношение к своему организму и влюбить вас в здоровый образ жизни. Сегодня мы поговорим о детях, разберем самые частые вопросы, которые задают акушерам, и узнаем полезные рецепты от Татьяны и Вячеслава Василевских. Материнство – это один из самых трогательных и волнительных периодов жизни женщины. В главе появляется огромное количество вопросов, и сегодня мы разберем наиболее частые вопросы будущих мамочек с основателем медицинского центра «Аист» Татьяной Макаровой. Татьяна Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Судя по названию, ваш медицинский центр – тот самый «Аист», который приносит долгожданное счастье в жизни семьи. Да, это тот самый «Аист», который 18 лет назад, в 2001 году, 1 августа, открыл двери в своей клинике для того, чтобы заниматься лечением бесплодия в нашем городе. Татьяна Александровна, с каких анализов стоит начать обследование пари, которая хочет зачать ребёнка? Ну, как правило, это инфекции и гормоны. Это основные анализы, которые необходимо сдать для будущих матерей. Хорошо. Если в паре всё в норме у обоих с точки зрения анализов, то в какой период должен получиться ребёнок от первой попытки зачатия? Ну, обычно считается год. Так, если в течение года беременность не наступает, то что делать? Надо обратиться к врачу, потому что всё зависит от возраста и глубины проблемы. Так, возраста. И какой же должен быть возраст? Ну, как правило, мы рекомендуем женщине до 30 лет уже обзавестись ребёночком. А если у одного из партнёров ставится диагноз бесплодие, вот в этой ситуации можно как-то без ЭКО, без суррогатного материнства забеременеть? Есть какие-то методы? Ну, бесплодие – это временный диагноз. Есть абсолютные бесплодия, а есть бесплодие, которое мы говорим женщине, не подразумевая то, что это преодолимый диагноз, это ни в коей мере он окончательный. Потому что сейчас нынешние технологии достигли таких методов, когда практически все проблемы мы можем решить. По каким причинам вообще может такой диагноз поставиться? Были в нематочной беременности трубы, обрезанные обе трубы, но нет другого способа, как получить беременность методом экстракорпорального оплодотворения. Ну, или, например, снижена активность мужских сперматозоидов, что, в общем-то, преодолевается путём инсеминации, такой процедуры, как инсеминация. ЭКО, про эту тему до сих пор очень много баек в интернете можно найти, дети из пробирки и так далее. Вот можете как-то простым языком всё-таки объяснить, что подразумевает под собой эта процедура? Для нас это уже простая процедура, отработанная годами. В чём она заключается? Это первый этап – это всегда обследование супружеской пары, выявление основных причин, и дальше начинается лечение. Это всегда стимуляция яичников препаратами, потому что в обычной жизни женщины созревает одна яйцеклетка, а нам надо получить много. Поэтому две недели она принимает лекарственные препараты, потом мы делаем забор её яйцеклеток, соединяем со спермой мужа и кладём в нашу искусственную матку, в инкубатор эти оплодотворённые гометы и ждём, когда наступит процесс оплодотворения эмбрионов. И после этого мы переносим эмбрионы в полость матки женщины. И с этого момента можно считать, что женщина беременна? И через две недели мы точно можем знать, увенчались наши усилия успехом или нет. То есть всё-таки может не прикрепиться, да? Да. Я знаю, что у вас в клинике есть ещё какие-то современные, скажем так, вспомогательные средства для ЭКО. Это ИКСИ, ПИКСИ и Хэтчинг. Честно говоря, эти названия я так и не смогла запомнить, что же они за собой влияют, что это. Ну, ИКСИ – это интерцитоплазматическая инъекция сперматозоидов в яйцеклетку. А если по простому? Это значит, когда происходит процедура ЭКО, мы просто соединяем в одной пробирке яйцеклетки и сперматозоиды. Когда же мы видим тяжёлые нарушения, тяжёлые заболевания со стороны мужчин, мы насильно выбираем самый лучший сперматозоид и насильно вводим его в яйцеклетку специальными манипуляторами под большим разрешением. ПИКСИ – это когда мы под большим увеличением выбираем качественный сперматозоид. А Хэтчинг – это когда мы получили эмбрион и видим, что он с очень толстой оболочкой, и мы понимаем, что имплантация может не произойти, потому что у него не хватит сил. То есть сам эмбрион из этой оболочки может не выйти. И Хэтчинг – это и есть насечки на эмбрионе, которые помогают ему вылупиться и прикрепиться в полости матки, ну, как бы зацепиться за эндометриальный слой. Ничего себе, вот это возможности у современной медицины. Ну да. А мамочка будущая при ЭКО может сама выбрать количество эмбрионов? Вот я, например, хочу тройню сказать. Вы знаете, сейчас по приказам здраво-нездрава мы имеем право переносить два эмбриона. Но мы видим качество эмбрионов. Мы можем перенести и три эмбриона. Хоть сейчас есть рекомендация для селективного переноса одного эмбриона, но, к сожалению, не всегда удается получить, вернее, не получить даже. Не всегда мы имеем те качественные эмбрионы, а потом это всегда процедура очень дорогостоящая. И если срок бесплодия более 10 лет, конечно, женщине некогда ходить 10 раз на ЭКО. Мы лучше перенесем два эмбриона, получим многоплодную беременность. Она выносит эту двойню и благополучно родит за один раз двоих. Будет счастлива. Вот, кстати, к разговору про инновации. У вас ведь можно как-то еще и заморозить материал для того, чтобы через какое-то время еще раз воспользоваться процедурой ЭКО. Нет. Когда мы получаем большое количество эмбрионов, перенесли два эмбриона в полость матку, остальные эмбрионы остались. Мы не вправе их выбрасывать. И, конечно, решение принимает пациент, но мы практически всегда уговариваем, чтобы сохранить оставшиеся эмбрионы, заморозив их. Почему? Потому что как минимум 9 месяцев, пока вы не родите благополучно этих детей, у вас будет запас. Вы будете уверены, что если что-то случится во время беременности, вам не придется опять проходить всю процедуру сначала, колоть себя лекарствами, опять мучить себя анализами, еще чем-то, еще чем-то. Это просто мы размораживаем нужное количество эмбрионов и переносим. А качество никак не портится? Качество никак не страдает. Сперматозоиды и эмбрионы очень хорошо подвергаются криоконсервации, очень хорошо хранятся. У нас уже очень много супружеских пар, родив одного ребенка, через 5-7 лет приходят за своими замороженными эмбрионами и благополучно рожают вторых детей. Прекрасно. А ведь у вас есть еще одна очень популярная, я думаю, услуга – ведение беременности. Вот можете про нее рассказать немножко подробнее? Ну, ведение беременности у нас… Мы предлагаем женщинам либо после ЭКО, они сами выбирают, куда пойти. Это не обязательно наблюдать беременность у нас. Ну и вообще женщинам, кому нравится у нас наблюдаться, пожалуйста. Все делается, весь комплекс необходимый. Сбор анализов ведется, необходимое количество раз женщина приходит. У нас дается все, и делаем скрининги, делаем УЗИ. И УЗИ мы купили, да, экспертного класса. Теперь можно увидеть своего ребеночка в режиме реального времени 3D и 4D. В общем, мамочки довольны. Давайте посмотрим сюжет о вашей клинике. У вас будет ребенок. Именно эту фразу мечтает услышать хотя бы раз в жизни практически каждая женщина. Подготовка к беременности и родам – очень ответственный процесс, в котором важно найти чуткого доктора, который подскажет и поможет при любом возникшем вопросе. Сегодня мы познакомим вас со специалистами медицинского центра АЭСТ. Именно здесь за 18 лет работы, благодаря профессионализму врачей появилось на свет уже более 2000 детей. Рада приветствовать вас в клинике АЭСТ. У нас вы найдете весь спектр услуг для будущих мам и пап. В настоящее время в медицинском центре АЭСТ проводится полный комплекс услуг для рожениц. Здесь можно пройти обследование женского и мужского здоровья, проконсультироваться с акушерами-гинекологами, доверить квалифицированным специалистам введение беременности, сделать УЗИ. Кстати, в центре АЭСТ можно сделать 3D УЗИ. В таком случае вы уже на ранних сроках беременности сможете рассмотреть малыша и понять, чем он сейчас занят. Само обследование можно записать на диск и сохранить в семейном архиве. В настоящее время клиника АЭСТ оснащена новейшим оборудованием, а кроме этого у нас работает высокопрофессиональная команда докторов, которые помогут не только зачать, но и выносить и родить здорового малыша. Для этого у нас созданы все условия. Мы можем обследовать и будущего маму, и будущего папу, и назначить весь необходимый спектр обследований, естественно, назначить лечение и получить результат. Хочется напомнить, что клиника АЭСТ первая в Нижнем Новгороде клиника, в которой методом экстракорпорального оплодотворения был зачат, выношен и рожден ребенок. В клинике АЭСТ уже давно успешно проводится ЭКО – криозаморозка эмбрионов, которые впоследствии могут быть разморожены для получения беременности, помощь в суррогатном материнстве и оплодотворение с помощью донорского материала. На протяжении беременности у женщины возникает очень много страхов, подозрительных мыслей, особенно это касается девушек, которые пережили такой диагноз, как бесплодие, или у девушек, которые впервые беременны. В нашей клинике мы всегда придем на помощь, мы всегда успокоим, мы всегда дообследуем, если есть необходимость, назначим лечение. Нам важно помочь всем нашим пациентам стать счастливыми родителями. Если вы в ближайшее время планируете стать родителями, то зайдите в медицинский центр АЭСТ, ведь к такому ответственному моменту лучше подготовиться на все 100. Клиники АЭСТ находятся на улице Гужевая, 42, и Гордеевская, 61. Записаться на прием можно по телефону 202-23-25 и 243-11-25. Беременные женщины, особенно те, которые впервые оказались в таком положении, они очень о многом начинают переживать, залезать в интернет, смотреть всякие порой не очень позитивные новости. И меня, знаете, что радует, что в вашем центре есть еще и занятия для будущих родителей. Наши врачи ведут подготовку к родам. Что нужно делать, как не бояться рожать, что это естественный процесс, что никто за тебя не родит. Важно знать, что делать во время грудного вскормления, какое питание, что взять с собой в роддом. Актуальный вопрос. Я недавно на одном медицинском портале прочитала статью, в которой написано, что женщинам после 40-50 лет рожать даже полезно для здоровья. Что якобы и климакс позже наступает, и чуть ли там не уровень холестерина падает каким-то образом и так далее. Правда полезно? Не могу сказать о пользе этого мероприятия. Дело в том, что природа уже задумана и подтверждена тысячелетиями, что есть определенный период для родов. И после 40 у женщины все снижается, вся ее активность, в том числе со стороны гинекологии и со стороны детрождения. Когда мне рассказывают женщины, что ее подруга в 46 лет забеременела и родила, ну это прекрасно. Но, как правило, это всегда тяжело. После ЭКО, конечно, у нас есть определенное количество женщин, которые родили. Вот последняя женщина, которая у нас родила, ей было 49 лет, вот в прошлом году она родила. И у нас есть роды и в 51 год. Но его ведь надо еще воспитать, поднять, обучить, вырастить. А когда тебе 50, тебе не хочется вставать ночью, тебе тяжело просто, ты готовишься к пенсии. Ну там достаточно большой разгон до пенсии, все нормально. Ну, во-первых, нет никаких клинических рекомендаций, нет никаких исследований, научно доказанных о том, что в этом есть какая-то польза. Безвыходных ситуаций не бывает, как уже доказал опыт многих российских звезд шоу-бизнеса, в том числе и Примадонны. И даже если женщина не может забеременеть самостоятельно, есть помощь суррогатного материнства. Вот про это можете немножечко рассказать? Ну, суррогатное материнство показано в нескольких случаях. Когда у самих родителей, у матери отсутствует матка. Когда у нее есть заболевания, несовместимые с вынашиванием беременности. Или когда у нее после попыток ЭКО, 3 и более переносов, хороших эмбрионов, беременность не наступает. Вот тогда показания, прямые показания к суррогатному материнству. Сейчас нет вообще предела, что мы можем делать. Это и донация ацитов, и донорство сперматозоидов, и донорство эмбрионов. Все дело упирается в деньги. К сожалению, эта процедура доступна достаточно для богатых людей, потому что не меньше 2 миллионов это все стоит. В Москве это уже от 4 и выше. А как вообще подбирается суррогатная мама? Ну, она также обследуется. Она должна быть от 18 до 35, со здоровым ребенком, рожденным самостоятельно. Потому что это всегда работают психологи. Потому что суррогатные матери тоже женщины разные, бывают с чудесами. Но если женщина нацелена на то, чтобы помимо того, что она заработает на этом деньги, еще помочь супружеской паре, потому что я считаю, что помимо зарабатывания денег, здесь все-таки какое-то такое чувство доброты и помощи. Сейчас медицина достигла всяких разных высот. То есть помимо того, что вы можете воспользоваться и чужими клетками, потому что, например, наступил ранний климакс в 36 лет, а ребенку еще хочется, пожалуйста, донорство ацитов. У мужа очень плохие результаты и невозможно достичь эмбрионов. Пожалуйста, донорство сперматозоидов. Есть предимпланционная диагностика генетическая для эмбрионов. То есть если вы знаете, что в вашей семье есть какие-то наследственные заболевания, которые вам бы не хотелось переносить с вашим ребенком, вы можете, определив пол его, потому что есть наследственные заболевания, сопряженные с полом, которые носительством являются мальчик или девочка. А есть мутации, которые можно определить уже на этом раннем сроке. После ЭКО и получения эмбрионов мы также это можем сделать. То есть нет предела совершенства. А вот что касается суррогатных мам, есть же все-таки такой страх о том, что женщина забеременеет и на процесс, вернее, в период родов она увидит малыша и скажет, нет, я не готова. И заберет себе. Такое вообще, в принципе, возможно? Или сейчас все-таки какие-то уже права родителей защищены? Сейчас права родителей хорошо защищены, потому что очень много прецедентов, потому что были такие случаи у нас в России, и были не единожды, и, к сожалению, со стороны суррогатных матерей бывают шантажи генетических родителей. Но, как правило, это если родители напрямую договариваются с суррогатной матерью. Сейчас в основном вся работа идет через агентство, где агентство, там, медицинский центр подбирает суррогатную мать, обследует ее и сопровождает ее во время беременности. То есть она всегда под контролем, она всегда на связи с врачом, она всегда на связи с психологом, то есть она понимает свои действия. Но есть и такие, я знаю, случаи в России, когда генетические родители заказали суррогатную мать, она выносила, родила, на тот момент они развелись, и суррогатная мать была вынуждена, она не оставила его в роддоме, но она взяла его себе. Через полгода родители решили объединиться и забрать ребенка, но суд уже присудил, не в их пользу, даже несмотря на то, что это балык. Это уже не гуманно было бы, полгодик все-таки, он же привык к маме. Да, потому что, ну, кто же вас знает, может, вы через полгода опять передумаете, опять его куда-нибудь сдадите. Да, несерьезные родители. Ну, напоследок бы хотелось все-таки уточнить, влияет ли способ зачатия каким-то образом на ребенка? Потому что все-таки термин «дети из пробирки», он до сих пор много где встречается. Знаете, было одно мнение какого-то педиатра, который сказал, что все дети после ЭКО больные. Я думаю, если бы у вас была возможность поговорить с людьми, которые родили после ЭКО, они бы вас убедили в обратном. У нас есть дети чемпионы мира России в СПА-самбо, у нас есть гениальные музыканты. Одноплодная или двуплодная беременность, это считается нормой, она вынашивается хорошо, они в срок рожают, и абсолютно здоровые дети. И сколько сейчас, сколько лет самому взрослому ребенку в Нижнем Новгороде, который появился с помощью ЭКО? В нашей клинике у нас родилась двойня мальчика-девочка 22 октября 2002 года. То есть 2002-й, они школу закончили в этом году. Ну что ж, ребята, с выпускным вас. Если вы смотрите эту программу, если вы в курсе, то поздравляем вас с выпускным. Татьяна Александровна, спасибо большое, что пришли к нам в студию и за весь этот интересный диалог. Далее в программе традиционный рецепт самого популярного летнего супа и десерт. Татьяна и Вячеслав Василевские. Вячеслав – шестикратный чемпион мира по боевому самбо. Татьяна – мастер спорта по фигурному катанию. Родители двух сыновей – Станислава и Севастьяна. Всем привет! В эфире рубрика «Звездная кухня». Мы готовим простые и полезные блюда. Рассказываем вам, какие продукты лучше выбрать. А еще мы знакомим вас с интересными нижегородцами. Слав, а ты знаешь, какой самый популярный суп в летнее время? Конечно, окрошка. Именно ее мы сегодня и приготовим. А мне чего-нибудь сладкого хочется. Не проблема. Кроме окрошки мы приготовим классный десерт, который называется «Вишенки». Пойдем? Пойдем. Самый главный компонент в окрошке – это колбаса. Лично я предпочитаю вот эту. Она вкусная, натуральная и идеально пойдет для нашей окрошки. Держи. А еще ее производят в селе Чернышиха, который считается самым экологически чистым районом Нижегородской области. Пойдем? Мы вроде только вернулись из Сочи, а уже успели соскучиться по морю, свежим овощам и фруктам, которые там растут. Ловите от меня совет. В сети магазинов «Спар» продаются самые свежие овощи и зелень. В них максимум вкуса и пользы. Я уже весь в предвкушении наших вкусных блюд. Ой, смотри, как хорошо, на кассе нет очереди. Пойдем сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Стильных сумок и рюкзаков «Слазингер» в ритме большого города. Итак, напоминаю, сегодня мы готовим окрошку и десерт. Слово «окрошка», кстати, произошло от слова «крошить». Ну что, Слав, порежешь колбаски? Легко. А я пока займусь огурцами. Легко, но для начала нужно взять вот такую большую чашку, чтобы было куда ее ссыпать. Ну, а в процессе готовки мы с Таней поговорим о путешествиях. Я думаю, эта тема очень актуальна сегодня, потому что у многих скоро отпуск. Кстати, на разных форумах мамочки задаются вопросом, что брать с собой в поездку, куда лучше ехать отдыхать, по России или за границу, как успокоить ребенка в дороге, чтобы не плакал, что взять с собой в самолет и что взять с собой еще не только из игрушек, а что еще взять из лекарственных препаратов. Потому что, когда детки летают, многим закладывают ушки, многие начинают плакать, и, собственно, полет превращается в такое тяжелое испытание. Для родителей особенно, и для ребенка тоже. Рутует мнение, что с детьми тяжело путешествовать, что это какое-то такое... Многие же боятся ездить в путешествия с маленькими детьми. Давай посчитаем, сколько раз мы ездили одних, без детей. Мы ездили один раз. Два. А куда еще? Первый раз у нас не было детей вообще еще. А, ну нет, я имею в виду, когда уже были. Один раз ездили на Кипр. За четыре года? Да. Остальные все поездки у нас с детьми, поэтому мы, можно сказать, профики в этом деле. Но на самом деле, если взять отдых с детьми или без детей, с детьми гораздо интереснее. Ну, с детьми, если, так сказать, уж прям про отдых разговаривать, то хорошо бы еще взять с собой бабушку или няню, если детки маленькие. Если деткам уже там пять лет, то это, конечно, вообще можно и без бабушек, а без нянь совершенно спокойно отдохнуть. Слав, скажи мне, пожалуйста, ты что детям берешь в дорогу? Ну что, нужно же учитывать их предпочтения, да, вот допустим. Нет, я имею в виду, например, в самолете, чтобы не закладывал ушки. Не закладывал ушки. Вот что. Сосудосуживающий препарат. Абсолютно точно. Чтобы носик закапывал. Да, чтобы ушки не закладывало. Ну, еще что. Капливушки. Капливушки, да. И я считаю, что самое главное, что должны взять родители с собой, это свое позитивное настроение в полет. Потому что, ну, понятно, что дети будут плакать, будут убегать, будут нервничать. И если родители будут слишком серьезны, как-то это будет его напрягать, то это будут испытания, действительно. Еще в самолет с детьми, это по моим таким наблюдениям, очень важно взять именно новые игрушки. Потому что, которые игрушки старые, вы берете из дома, детям они почему-то в дороге совершенно неинтересны. И поочередно выдаю их в полете. И можно сказать, самое главное же это усидеть при посадке и при взлете, еще когда турбулентная зона идет. Таня, на самом деле, умалчивает еще. Больше всего летать, и вот именно турбулентность, и боюсь я, на самом деле. Поэтому успокаивать часто приходится меня. Ну что, ты дорезал свою колбасу, а я огурцы. Ты, как считаешь, этого достаточно? Да. Переходим на новый уровень. Яйца и картошку. Какое путешествие запомнилось все больше всего, хотя бы за последнее время? Потому что мы так, собственно, часто путешествовали, да, можно откровенно, если сказать. Вот что тебе запомнилось? Запомнилась поездка больше всего, это в Америку, это Майами, это Орландо, это Диснейленд. Но самая комфортная поездка, которая была за этот год, это в город Сочи. Ну, Сочи, да, это Сочи, наверное, такое, так скажем, золотая середина такая. Там и это не очень далеко, и там не очень жарко, и ничего такого супер естественного, да, но комфортно. Ну, и там тоже есть мини-Диснейленд, как его называют. Сочи парк, между прочим, и карусель, на который ты, да, по секрету сказать, побаиваешься кататься. Я, между прочим, кто... Но очень, так скажем, активно заталкиваешь меня на самые страшные постоянно, да? Он хочет просто похвастаться, что он такой крутой. Ну, я сделал... Покатался на всех горках, такой смелый, смелый, смелый. Ну, да. Я к редиске приступаю. Кстати говоря, про путешествия еще. Например, если взять, опять же, ту же поездку в Америку, там очень напряженная обстановка с лекарствами, потому что, например, дети же все равно, там у них то сопли, то кашель, то еще что-нибудь. И все лекарства обязательно нужно брать с собой, потому что там продаются они исключительно по рецепту. А рецепт нужно взять у доктора. А к доктору попасть к русскоговорящему по страховке невозможно. Да, ну и по секрету говоря, это очень дорого, да? Да, поэтому еще вот огромный плюс в Сочи, что тебе не нужно прям все лекарства закупать в поездку. Ты можешь просто пойти в аптеку и купить все, что тебе нужно. Картошку я... Давай. Выкладываю сюда. Твоим способом переворачиваю нож и плавно движением руки погружаю ее уже, так сказать, практически нашу сформированную окрошку. Такую сухую еще. Про перелет с детьми хочу еще с вами поделиться нюансом таким, что вот лично наши дети переносят перелет вообще просто замечательно. И перестраиваются в часовом поясе быстрее, чем мы. Согласен? Ну да. Давай, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Как шеф-повар. В общем, на самом деле с детьми летать не страшно. Главное быть в себе уверенной. И большой плюс, если у вас будет вот внутри такое спокойствие. Запах лето, да? Но, кстати говоря, окрошку не обязательно квасом заливать. Можно еще залить кефиром. Ну что, подойдите и чокнемся? Давай. Попробуем? Ммм, шикарная окрошка. А теперь мы отправляемся с вами на экскурсию в салон «Хочу кухню». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты знаешь, что все кухни здесь по очень демократичным ценам? Можно купить кухню даже за 36 тысяч рублей. И каждая со своим авторским дизайном, но подходит под типовую планировку квартир. Вы можете и сами посмотреть на сайте «Хочу кухни». Ну что, Слав, приступим к десерту? Давай. Давай, сегодня у нас будут... К сладенькому, да? Да, у нас сегодня будут вишенки. Положим три вафельки. Раз. Вафли в блендер? Да. Сейчас я раз все повижу. Вафли готовы у нас? Вафли у нас готовы. Сейчас мы их выкладываем в тарелку. Ну, хотела я с тобой, знаешь, Слав, такую тему одну обсудить. Сладкое для детей. Интересно. Большинство же детей все равно его любят. Ну, не только детей. А, ну и ты еще. Да. Ну и Слава еще. Так, к нашим вафлям добавляем сливки. Примерно 10-15 миллилитров. И ложку сметаны. Две чайных, одну столовую. Так. Какая у вас ложка будет? И все это замешиваем. Скатываем в один большой колобок. Ну, что скажешь? По поводу сладкого для детей? Да. Заходя просто в магазин, дети у нас без конфет не уходят, если они зашли со Славой. Потому что сладкое – это такой верный способ избежать скандала порой. Смотри, я замесила такой колобочек небольшой. Сейчас наша главная задача – скатать в маленькие шарики. В маленькие колобки. Да. Которые могут и от бабушки уйти, и от дедушки уйти. Да, но главное – смочить немножко ручки в воде, чтобы вот это наше тесто не прилипало. А можно ты меня избавишь от вот этой участи? Так, выливаем в мисочку наш свекольный сок. Хочешь обвалять его? Да. И тарелку, пожалуйста. А ты хочешь сказать, что ты против сладкого для детей, что ли, или как? Ну, нет. Твое мнение. Я не то, чтобы против. Я, чтобы все было в меру. А я вообще-то говорю то же самое. У нас уже вишенка номер два. Пока ты тут стоишь, сачкуешь. Ну, я почему-то любуюсь. Ну, вот нужно именно искать, я считаю, такие более полезные заменители, да, вот этих всех конфеток, шоколадок, различных вот этих дрожжек, всяких разных вот. Да. Можно вот, да, как мы с тобой сегодня нашли альтернативу и слепили вот такие вишенки прекрасные, из вафелек и свекольного сока. Мы украсим зонтиком. Зонтик открываем. Вот. Надо снизу вот так. Ага, да. Смотри, Тань, какой красивый, самое главное, летний десерт у нас получился. Ты уже хочешь его съесть? Очень. Вот такие красивые летние и вкусные блюда у нас получились. Попробуйте тоже сделать. Ну, а на сегодня все. Всем пока. Пока. На сегодня наш выпуск подходит к концу. Берегите себя и своих близких. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин